Мелкую деталь на этом 3D принтере можно напечатать за 20 минут. На большую скульптуру времени уходит больше. Например, вот эту копию монумента славы сделали примерно за неделю. Пять лет назад Багдад Тукабаев увлекся аддитивными технологиями. Теперь хобби переросло в профессиональную деятельность. Он учит школьников и студентов основам 3D печати. Для наглядного примера моделирования совместно с сотрудниками политеха напечатали 3D принтер. Эта разработка заняла полгода. Еще год ушел на тестирование. Пытался сделать так, чтобы он был понятен именно для любого человека, даже для школьника. То есть, смотрите, специально здесь на плате вот так вот разведены провода по специальным подписям, где какой двигатель, чтобы можно было взять, повращать, вот так вот, чтобы мог подвигать. У 3D печати есть обширное применение, например, на разных 3D принтерах, и уже для разных задач можно печатать изделие. Например, ну тот момент, что 3D принтер печатает сам себе, это как бы такой показательный момент вообще в науке и технике, что оборудование создает само себя. Причем не надо сложных, потому что в традиционном нам, например, чтобы создать какую-то шестеренку, нам нужен, например, определенный станок для того, чтобы создать шестерню, либо определенный станок, чтобы сделать какой-то там вал. А на 3D принтере мы можем печатать как и валы, так и шестерни, так и вообще любые изделия. На создание вот этой фигуры Варвары Зайцевой потратили около 6 часов, а вот на ее реальный прототип целую неделю. Студентка Самарского политеха разработала сканирующую установку, после чего сделала свою 3D модель и напечатала свою копию на 3D принтере. Фигура весит около 3 килограммов и состоит из пластика. Скорость печати, высоту слоя, плотность заполнения, соответственно и прочность температуры и другие параметры можно регулировать на компьютере во время 3D моделирования. В этом году в Самарском политехе открывается профиль направления 3D печати. Студенты будут изучать основы моделирования методом послойного нанесения. И на сегодняшний момент у нас еще выход появился уже на создание отечественного 3D принтера, который будет печатать металлом сразу. И это новый шаг. Во-первых, опять же, этот принтер будет работать только на отечественных материалах, то есть мы будем не зависеть от зарубежных поставщиков, нарабатывать опять же новые компетенции. Сотрудники Самарского политеха сейчас занимаются подключением оборудования и уже в ближайшее время начнут 3D печать металлом. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.